Валерий Георгиевич, первый вопрос по тем, кого сегодня не было на поле, да, голына не было, какое у него состояние сможете с Камероном сыграть? Ну, состояние, сейчас посмотрим, какое у него состояние, поэтому и не было на тренировке, да, это проблема, которая у него была в клубе. Неделю назад он пропустил, там, пять дней из-за икроножной мышцы, вот, сейчас опять почувствовал какой-то дискомфорт, поэтому надо посмотреть, что это. То есть, пока непонятно способ? Непонятно, да. Как минимум, на Кению вы его рассматриваете? Или там будет? Непонятно, мы его и на Камерон рассматриваем, а как что будет, там уже посмотрим. Как вообще оцените, ну, то, что это тренировка, наверное, а соперника, да, потому что многие говорят, что самый сильный соперник после отстранения, как для вас игра с Камероном, по-тренерски, наверное, тоже? Ну, то же самое, да, наверное, да, наверное, самое по качеству, по качеству игроков и по уровню, по качеству и уровню игроков, наверное, да, самая сильная сборная, где-то, там, сравнивать, если с Ираном, я думаю, что Иран, Камерун, самые сильные сборные. И насколько это, что ли, придает важности матчу? То есть, понятно, да, там одно дело играть с Олимпийской... Важность и интерес, я думаю, что даже не то, что важность, очки, очки, турнирные таблицы нам за это не дадут. Да, очки, я так понимаю, что идут в рейтинг FIFA, пойдут. Ну, я думаю, даже, я думаю, что больше интереса вызывает и лично у меня, и у футболистов сыграть против игроков такого уровня, против которых давно не играли. Что вы имели в виду, когда говорили, что российским футболистам нужно уезжать из страны? Что я имел в виду или какой вопрос был задан? Давайте с вопроса начинаете. Что вы имели в виду, когда говорили, что российским футболистам нужно уезжать из страны? Еще раз. Вопрос не так был задан Если у футболистов Есть предложение из хороших чемпионатов Надо ли им уезжать? Да, надо Если говорить о Кении Известно ли вам, почему матч пройдет Именно в Турции, не в России, не в Кении А именно там? Неизвестно Матч с Камероном Играем дома Это тоже придает Особенная мотивация Учитывая, что это дома игра Однозначно Да, однозначно Давно не играли В Москве-то вообще уже давно не играли Чуть ли не два года назад Поэтому понятно, что И хочется И футболистам хочется И болельщикам очень надеюсь И болельщикам хочется Поэтому надеюсь, что И заполнит стадион ВТБ-арену И футболистам хочется сыграть Уже перед своими Так скажем, болельщиками Да, мы сыграли с Ираком В Санкт-Петербурге И понятно, что эмоции Играя дома у себя Понятно, что они другие Чем выезжая и играя где-то Поэтому очень С большим желанием Это видно и по Иракам С большим желанием Все приехали И все готовятся На связи ли вы с Арсеном Захаряном И если бы не его болезнь Было бы ли он вызван На этот сбор На связи мы были До его болезни И на тот сбор На сентябрьский сбор Не вызывали Дав ему время На адаптацию Так случилось Как случилось Приболел Не играл Не тренировался Поэтому Что бы было Если бы До кабы Не знаю Валерий Георгиевич Глушенков и Карпукас Вчера покинули Расположение сборной Планируется ли кто-то Вместо них быть вызван Или уже Будете работать с тем Кто остался Ну если больше Ничего не случится Сверх естественно То поэтому вызывали Там часто Вопросы Вы задаете А что зачем так много Вызывают Или в списке Зачем так много Ну вот из тех 26 полевых игроков Которых вызвали Двое сразу С первого дня Уже Не могут принять участие Поэтому осталось 24 Пока на данный момент Я думаю Что 24 игрока Для двух игр Достаточно Так что пока Если опять же Ничего не случится Еще сверхъестественно То я думаю Так и останется 24 Валерий Георгиевич Нельзя не спросить Вы ровно спустя год Нарушили молчание Сегодня в Телеграм-канале По поводу Сдобитого гола Краснодара Ну это к сборной Не относится Ну мы каждый Пресс-подход Поспрашиваем В том числе Про Ростов Вообще Про Ростов Сейчас смысл Говорить про чемпионат России Мы сейчас говорим Про сборную Давайте Давайте про сборную Получили вы Какую-то обратную связь От кого? Возможно от РФС От подписчиков Да От подписчиков Да От судей Сколько? Нет В этом году Как обычно Проводится премия ФИФА На лучшего игрока Уже женская сборная Проголосовали ли вы И кто из Мужской команды Голосовал На премии ФИФА Ну я проголосовал Я так понимаю Что капитан команды Должен голосовать Джеки Валерий Георгиевич С Кеней Играем на Поле отеля Титаник Не боитесь Что по тоню? Интересный вопрос Других нет Других нет У вас вопросов И на поле Отеля Титаник Мы не играем Неправильная информация У вас Валерий Георгиевич На разминке Обратил внимание Что вместе Находится Зачастую Евгений Солдатенков И Сергеев Вы рассчитываете На связи Которые они еще В крыльях На работах Или это случайно Не очень понял В смысле Сергеев играл В крыльях Солдатенков И Горшков И Горшков Немножко отдельно Это как Я вообще не видел Кто с кем Находился Честно говоря А что про Горшков Скажется В первый раз Пока ничего Первая тренировка Была Проявляется Ребята Одна тренировка Прошла Он только Вчера приехал Хотел Чтобы я увидел За одну тренировку Что-то Не знаю Посмотрим Что же Две недели Самый важный момент Это Исполком УФА Который принял решение Допустить команду России До 17 лет До турниров УФА Потом Совет ФИФА Поддержал это решение Допустил до своих турниров Тоже команда До 17 лет Только что Отменили решение Сейчас сообщили Что отменили В целом Как тогда отреагировали Отменили уже Тогда о чем сейчас говорить Что сказать Как тогда отреагировали И вот сейчас ожидали Что все-таки отменят Честно говоря Не ожидал Что допустят И не ожидал Что отменят Сначала допустили А теперь же Отменили Но еще больше Неожиданностью стало Валерий Георгиевич А что можете сказать О Олере Кузяеве Который приехал Впервые Получается на сборы Из Франции Может как-то уже Стало заметно Что Получается через другую лигу Человек проходит Заметно по лицу В смысле Или Чушь выходить Чтобы я сказал Одна тренировка Одна тренировка Прошла еще Только всего Одна тренировка Тренировка с тренировками Посмотрим после игры То что он Подсушился Да Это видно Невооруженным взглядом Например Олег Георгиевич Сейчас много СМИ обсуждается Игровое время Джеки У будущего Не пугает вас То Сколько он играет Он играет То Что у него Дело качество Не так много Ну и так Пугает Пугать Наверное Меня не надо Там наверное Трудно Напугать То что Это Не очень Для сборной Все эти моменты Хорошо Не только по поводу Джеки А вообще в принципе Если взять Все наши клубы То и взять Наших центральных Защитников Те которые Играют постоянно Ну их так Скажем По Одной На одной Пальцев На одной Руки Хватит Наверное Те которые Играют Постоянно Играют В крыльцоветах Играют Два центральных Русских Игрока В Ростове Два центральных Русских Ну еще Где-то Не знаю Сказать что Два русских Играют Тоже наверное Так сразу Не скажу Поэтому естественно Это напрягает Ну не нравится Даже пугает Не очень хорошие Тенденции Что можно сказать О Кении Про Камерун Вы сказали Что возможно Изучили Такую команду Как Кения Насколько она Сильная Для нас Соперник Для нас Все сильные Во-первых Это раз Во-вторых Кения Тоже Команда С игроками С теми игроками Которые играют Много игроков Окей Возможно Не в самых Не в топ Пять чемпионатах Европы Играющие в Европе И те сборные Африки Которые мы Все представляли Раньше Там 20 лет назад Они абсолютно Другие уже И со всех Точек зрения И с тактической Точке зрения И с точки зрения Дисциплины Уже больше Похожи на европейский Поэтому Для нас Это тоже Хороший спарринг Очень Все коллеги Выезжали сами Играли в 94-м Году На чемпионате Мира Против Камеруна Как вы думаете Насколько Вот Тот Уровень Камеруна Изменился С нынешним При изучении Разница Игроков По разнице Команды Огромная Достаточно Огромная Разница Естественно 30 лет Прошла Все Вы так же Говорили Про то Что Вот Недавнем Получается Интервью После Сентябрьского Сбора Что Вам может Все Надоесть И вы можете Просто Уехать Как-то Сейчас Об этом Думаете Что Что-то Уже Надоело Тримерская Профессия В принципе Сборная Мне каждый день Что-то Надоедает И Еще раз Вы сказали Что вы можете Да конечно Можем И вы можете Все надоест Вы скажете Я уйду с работы Ну например Если можете Себе позволить То скажете Ну уйду Тогда Вы же тоже можете Гарантированно Гарантии Ни у кого Я застроу муру У меня кирпич На голову Упадет Гарантии Какие вам нужны Ну так То же самое Здесь У любого Человека Может Если можете Позволь Скажет Все надоело Все поехал Когда Случится Через год Через два Через десять А может Никогда А может Завтра Что здесь Такого Сверхъестественного Я сказал В клубе Максим Лохин Ограет На позиции Центральных Защитников Здесь Снотрировки Видели Что он Все-таки Вышел Впереди Планируете Возможно Его использовать Как центральным Защитником Мне Не планируем В планах Такого нет Если придется Возможно Литвин И Хлусевич Не были вызваны Из-за травмы Да Потому что Были повреждения Ну да Хлусевич Не играл Литвин При том Что он там Вышел на замену На тот сбор Разговарив Ну я уже Про это говорил Никаких Никакой информации По нему Не поступало Сейчас Они попросили Опять же В связи с его Болечками Не вызывать Окей Сейчас задача Остается Просто результат Уже Прошел тот Период И этап Когда просматриваем Игроков Я имею ввиду Что Условно говоря Сейчас Адамов Сильнее Денисова Выглядит По вашему Адамова Давно не вызывали Тогда Мы с ним Знакомы Да Денисова Мы видели С Египтом Например Ну сейчас Уже пройден этап Просмотра Игроков Никогда не заканчивается В смысле пройден Сейчас Горшкова Вызвали С Харин Например Не заканчивается Никогда Кто себя показывает Более-менее Достойно Чемпионате России Вызывается В целом Вот После Исполкома УФА прошлого Попримо решения Командных В 17 лет Чиферин Подтвердил Просто решение Что Сборная России Остальные Не будут допущены До окончания Специальной Военной операции Как-то Вы рассчитываете Что Еще Может быть В 2026 году Мы примем участие В турнире Или В каких-то Ближайших 28-30 Вообще За свою Карьеру Тренера Главную Карьеру Тренера Сборной А если Завтра И свое Закончится Вот и Все Надеюсь Что Закончится Например Это И у нас Допустят Надеюсь А вы Не надеетесь Вообще По барабану Да А я Питаю Питаю